Всем привет! Welcome back to my channel! Меня зовут Кирилл, и вы смотрите Кирилл's English. В сегодняшнем видео я расскажу, как произносить слова с сочетанием th плюс звук er. Итак, около месяца назад один из подписчиков спросил, как произносить слова типа three, thursday, thorough, third и другие. То есть, что объединяет все эти слова? Их объединяет два звука, которых в русском языке нет. Это звук межзубной th, который может быть глухим и звонким, либо z, и звук er. Так как это два самых сложных для русскоговорящих, да и не только для русскоговорящих звука, то если вы не знаете особенности артикуляции, а также как можно читить, когда вы говорите по английскому языку, то трудно самому разобраться. Я надеюсь, что сегодняшнее видео поможет вам это сделать. Во всех рассмотренных сегодня примеров th является глухим звуком. То есть, вам даже не нужно напрягать голосовые связки. Вы знаете, что слово, которое начинается на такой звук, вы, если стоит в начале предложения, вы произносите с путем постановки языка между зубами. Как только у вас это слово находится между какими-то словами, то здесь вы можете читнуть и просто поставить язык позади верхних зубов. Либо рядом у альвеол, либо прям спустить на границы, где вот верхние и нижние передние зубы встречаются, смыкаются вернее. Давайте рассмотрим первый вариант слова three. Three по-английски. Three. Three. Помните, в своем видео я говорил, чтобы произнести звук r, вам нужно сделать как бы разгон и сказать r. Three. Вот если вы медленно поучитесь говорить слово three, вы заметите, что губы также вытягиваются. Three. Three. Вот, посмотрите на эту комбинацию. Вы не прикусываете язык, я напоминаю, вы просто его ставите в позицию между зубами и дуете его. Если вы начнете прикусывать хотя бы немного, у вас ничего не получится, поэтому обращайте на это внимание. Three. Вот это два звука. Three. Three. И дальше вы просто делаете звук i, такой, как он у нас в русском языке. Three. Three. Я рекомендую вам учиться медленно, сначала говорить этот звук, чтобы привыкнуть к постановке языка, потому что в русском языке у нас такой артикуляции нету, и ваш язык просто, ну, ему неудобно, особенно с первого раза. Если вы потренируете сделать это медленно, потом вы научитесь делать это быстро, правильно. Если же вы не ставите себе задачу произносить этот звук правильно, а только понимать его на слух, то вам никаких усилий прилагать не надо. Итак, это первое слово. Давайте рассмотрим второе слово, это слово through. Предлог through переводится как сквозь, через, посредством, и в зависимости от ситуации будет иметь разные значения. Попытаемся его произнести. Through. Здесь техника такая же, как у предыдущего слова. То есть вы произносите звук through, вытягиваете свои губы трубочкой, пытаясь взять разгон для того, чтобы произнести звук through. Вот, собственно, и все, что касается этого слова. Теперь давайте рассмотрим примеры, где после звука th идет гласный звук на письме, и после него идет звук r. Скажу сразу, что вот этот гласный звук, который стоит перед звуком r, представьте, что его нет. Если вам удобно, напишите себе слова на бумаге без этого звука, чтобы он вас не отвлекал. Также посмотрите видео, которое называется arc-colored vowels, чтобы вам было более понятно, как такие слова произносятся, потому что их в английском языке очень много. Я оставлю ссылку под данным видео. Итак, в качестве примера первого мы возьмем слово третий, порядковый, например, это третий день, если вы говорите про число или третий человек, ну, что может быть третьим, третье место, например. Third, third. Вы начинаете произносить звук th. И дальше у вас просто идет звук r, 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 r. Third, third, third. Если это слово идет первым в слове, то вы произносите th. Между зубами язык у вас находится. Если это слово находится в середине предложения, например, у вас может стоять артикль the, перед, in the third, in the third, in the third, то здесь уже происходят какие-то изменения, как соединять слова с такими звуками. У меня есть много видео на плейлисте, поэтому кому, кого, вернее, что интересует, там уже сами посмотрите, разберитесь. Итак, third. Произносите звук th. Причем d у вас как бы наполовину произносится. Third. То есть не нужно произносить third. Делайте его, урезайте в половину. Third. Это что касается слова третий. Последний пример. Это слово четверг. Thursday. У моих учеников просто поголовно проблема с этим словом, потому что они пытаются вовлечь губы. Third day. Сказать это, потому что в их языке нет, они говорят на японском, в их языке такого нет. Ну, там половины ничего нет, и им очень трудно. Они не знают совершенно. Даже если им объяснишь, так как у них этого звука нет, трудно все дается. Поэтому third, 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 когда я говорю быстро, я замечаю, что у меня не столько звук, сколько т, 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 т. Потому что здесь что-то среднее между глухим звуком, но помните, что если вы скажете Thursday, Thursday, то это будет неправильно, неверно. Может быть кому-то слышится, что так тут и говорит. На самом деле, все мы слышим по-разному, и так никто не говорит. То, что кто-то слышит, это не значит, что это то, как говорят. В общем, я думаю, что вы поняли, о чем я. Итак, это что касается слов, которые начинаются с глухого звука CH, после которых идет либо гласный звук плюс R, либо просто звук R. Подписывайтесь на канал Curial English, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Напоминаю, они выходят по субботам, либо вечером, либо утром, в зависимости от вашего часового пояса. Также подписывайтесь на мой инстаграм-канал, найти вы его можете, написав в поисковике Curial's нижний пробел English. Всем отличных выходных, пока!